Говорится о психической энергии, силе, да? Скажите, что есть психическая сила, чтобы более понятно так было составляющей, с чего она составляет? Ну, если ты разнервничаешься, заботишься, крикнешь, или как крикнешь, от этого может что-то обязательно произойти очень сильно. Чем больше ты переживаешь и позволишь выплеснуться этим переживанием, тем сильнее пойдут изменения в окружающем пространстве. То есть это ты выделишь из себя психическую энергию, присущую организму, природному организму. Это не духовная энергия. Ваша духовная часть, она, сливаясь с вашей психической энергией, она умножает эту силу, она делает ее сильнее многократно. Поэтому вы становитесь однажды, обретя духовную ткань в себе, вы имеете возможность либо быть очень вредоносными, либо быть необычайно целительными. То есть очень сильно облагораживать окружающее пространство, исправлять его, какие-то отклонения, которые в гармонии, в естественном режиме могут возникать. Вы можете их облагораживать, либо разрушать очень сильно. Все зависит от того, какие эмоции вы позволите себе выплескивать. Вот эта мощная психическая энергия. Поэтому, когда вы справитесь со своим эгоизмом, организуйте его, тогда природная часть вашего естества, она будет подогрета только духовной частью, вашими ценностями положительными. И этот ток вы можете выплескивать с очень большой, и именно целительной силой, очень значительно облагораживая, изменяя информационную среду окружающего пространства. Ну, теперь надо с этим просто лишь справиться. Но то, что можно в сказках, в фэнтези писать, о проклятиях каких-то там сильных колдунах, это все больше образное упоминание именно эмоциональных, таких психологических импусов, которые человек в состоянии из себя исторгать. И очень сильно воздействует на других пространствах, на людей, на которых он пробует излить. Это вот то, что связано с понятием внутренней силы, это да, это и все в одном месте. Мое понимание, ну, с Корана как весь, ну, как в образе... Чьей компетенции определять, насколько грамотно осуществляется колокольный звон? Решается ли этот вопрос большинством голосов или специалистами в этом деле? Дело в том, что у человека, который осуществляет колокольный звон, есть понимание, что чем тише, тем трепетнее и нежнее. В зависимости от обстоятельств. Можно громко, можно тихо. Но если у вас у всех разный подход, то желательно как-то это более конкретно рассматривать, поточнее определять, в каком конкретном случае желательно не греметь слишком сильно. К примеру, не так давно меня спросили, ну, даже не спросили, а упомянули, что когда поднимается на храму вершину, то в момент, когда начинает заходить на нее, идет активное, такое интенсивное биение по колоколу. Вот это нежелательно. Тут лучше делать что-то размеренное, тихое, благостное, не отвлекающее от молитвенного состояния, с которым вы туда попадаете, на эту вершину. Это уместно проговорить, чем когда вы поднимаетесь в молитвенном состоянии и неожиданно начинает идти громкий перезвон. Это может сбивать с настроей. Тут действительно может быть больше помеха, чем это будет в помощь вам. Так вот, в каждом каком-то отдельном случае могут возникнуть отдельно какую-то рекомендацию, что такое, чем тише. Я не могу сказать, чем тише сделайте, тем лучше. И вы начнете шелестеть и гладить колокол. Вот у меня один раз ощущение возникло, что мертвый человек подпорт к веревке, еле-еле уже умирающий, дергнул. Может быть, он чувствовал себя таким. И уже настроиться на такое звучание очень сложно. Мне надо... Видишь, у тебя возникает сейчас индивидуальное какое-то представление о звучании колокола и соответствующие образы начинают возникать. Да. Но у всех у вас они разные. Поэтому задать какой-то единый канон нельзя. Друзья, вот можно еще говорить тему, о которой я перед этим вам раскрыл. Еще как-то можно говорить и попробовать звучать плавнее, тише, как-то размеренней, поспокойнее. Но сказать, чем тише вот это выражение будет, это очень сложно. Потому что как стремиться как можно тише звенеть в колокол. То есть стучать по колокол как можно тише. Это как-то будет странно звучать. Вот этот как раз момент, что у него... Да, потом вы начнете уже язык колокола обволакивать там какой-нибудь губкой, чтобы вообще шуршало только, но туда и смысл колокола исчезает. Да, он хоть именно. У меня вот этот момент... Я смотрела, он просто прислоняет. Все, все. Тут я дальше добавить не смогу. Если добавить каких-то деталей. Но в данном случае, когда вы не можете определиться с чем правильно, как правильно сделать тольное действие, вы решаете совместно там кто-то у вас ответственный. Если священник определенный в зависимости от этого, тоже может быть определено его последним словом. Священника нету на утренесу. Если нет, значит тогда вы решаете какой-то ответственной группой, которая может сформироваться у вас в семье. А можно пригласить, например, специалиста здоровья? Специалиста. Ну, есть же кто-то обучается. По тихому звучанию. С года в год вы пытаетесь бодаться на каких-то элементарных обстоятельствах. Пробуйте доказать какие-то свои правды, но вы проигрываете. Это ваша величайшая ошибка. Она делается вам веками, тысячелетиями. Вы и делаете это. Не понимая, что на самом деле вы пытаетесь показать свою значимость, а не правду жизни, не и истину. Именно себя пытаетесь показать, свою значимость утвернить, что вы умеете видеть якобы правильно, и якобы так должны сделать и другие. Но вы проигрываете. Вы обязательно будете проигрывать. Вы должны проигрывать. Ломаться на этом, пока не поймете, что вся суть совсем не в этом. Не надо доказывать свою правду. Попробуйте понять закон единства. Закон единства – это ваше мирное сосуществование, где вы доверяете друг другу. Доверьтесь. Не бойтесь друг друга. Пока боитесь, вы будете чужими друг другу и будете врагами друг другу. Неизбежно хотите вы того, это закон. И вы его не обманете. Придумайте что угодно. Какие угодно правила, какие угодно этические нормы, вы проиграете, как проигрывали другим. С миром внутренним. Вот тогда вы начнете родиться людьми. Тогда начнутся делаться вами первые шаги тому, что это ведет вас к единству на всей земле. Иначе вы обличаете со своей фальшивой правдой и значимостью. Учителя меня вот еще смущает при ударе колокол, что удары разной степени громкости. Не смущает и что? Одни громкие. Ну и что, что смущает? Можно ли подойти и сказать, как звонить другому? Нет, я просто думала, что специалист может как-то показать, как правило. То есть, надо везде призвать специалиста. То есть, тебе не понравилось, надо звать специалиста. Придет специалист, отзвонит. Ты думаешь, все будут довольны, как это получается у него? Нет. Есть те, кто скажет, это тоже не специалист. Давайте позовем кого-нибудь из Москвы. И так далее. Все то же самое будет, что я сейчас сказал, объяснял про значимость. Видится по-другому. Ты можешь попробовать поговорить с человеком, не наставляя его, не получая, просто попробовать сказать, что тебя смущает и как он к этому, как он эту видит ситуацию. Если он скажет, нет, я все-таки вижу благоприятным звонить, разнонамеренно, то есть, какие-то с разной скоростью, разным режимом, ты скажешь, хорошо, пусть будет так. Ты будешь улыбаться, будешь настраиваться на главное таинство, которое в этот момент происходит между тобой и окружающим миром. Иди как, можно сказать, и Богом. Ты же пришла помолиться, ты пришла спеть какой-то псалом, выразить свои чувства любви. И пускай звонит кто-то как-то.